всем привет сегодня покажу вам свою новую радиоаппаратуру это новая радиоаппаратура от компании fly sky nirvana nv 14 то есть здесь у нас должен быть 14-канальный передатчик супер эргономичный дизайн стики с датчиками холла и цветной сенсорный экран диагональю три с половиной дюйма так ли это давайте проверять получаем и такой вот черную классную коробку ничего лишнего на ней нет никаких характеристик снимаем защитную пленку видим ленточку тянем за нее крутая упаковка здесь нарисован сам передатчик мягкий поролон наклеечки вот это круто вы только посмотрите какая прелесть предупреждение передатчик использует два литий-ионных аккумулятора 18 650 вот сам передатчик сверху него находится защитная накладка чтобы экран и ручки не повредились во время транспортировки снимаем ее размет передатчика немножко больше чем я рассчитывал но в руках он лежит идеально ручки ощущаются великолепно очень плавные мягкие сзади мы видим антенну которая может быть использована как и подставка почти весь передатчик изготовлен из матового черного пластика здесь у нас резиновые вставки для удобного хвата металлические упоры для пальцев как и все металлические элементы на передатчике они окрашены в какой-то интересный цвет хамелеон он интересно переливается уходя в различные цвета решение конечно на любителя но выглядит необычно сверху мы видим несколько заглушек одна прикрывает micro usb разъем для прошивки и вторая заглушка прикрывает трех с половиной миллиметровый тренерский разъем у нас есть возможность подключения дополнительных радиомодулей очень хорошо на задней панели мы еще видим четыре переключателя два подпружиненных и два трехпозиционных на передней панели здесь у нас трехпозиционный переключатель двухпозиционный крутилка еще одна крутилка здесь подпружиненный переключатель двухпозиционный переключатель здесь у нас две небольшие синие кнопочки и таким образом компания fly sky решила реализовать тренирование основных четырех каналов насколько удобно это покажет практика за счет того что ручки передатчика утонченные в руках он лежит очень классно стики имеют возможность регулировки по высоте это очень хорошо видим что их корпус прозрачный скорее всего здесь будет какая-то подсветка но включим посмотрим давайте установим пока что аккумуляторы передатчик у нас получается достаточно увесистый вес его составляет 603 грамма и за счет этого ты ощущаешь что в твоих руках серьезная дорогая вещь пока что отложим передатчик посмотрим что у нас еще есть комплекте здесь у нас есть небольшая инструкция на индийском языке иллюстрировано дальше мы находим два приемника один супер компактный с одной антенной ай и 8x это простой восьмиканальный айбас приемник второй приемник уже немножко посерьезней здесь уже у нас две антенны даже 3 антенны одна запасная тоже восьмиканальный приемник и называется он fs x8b здесь уже поддерживается не только с бас айбас но и ppm очень круто что два приемника уже в комплекте дальше у нас идет микро юсб кабель для подключения передатчика компьютеру тренерский кабель три с половиной миллиметра и здесь какие-то пластиковые элементы скорее всего для установки дополнительного радио модуля да все таки есть на заднюю панель передатчика мы прикручиваем такие вот держатели которые будут удерживать дополнительный радио модуль вот так вот это все будет выглядеть также в комплекте есть винтики для их монтажа насколько я вижу то дополнительные модули должны быть стандарта jr а теперь убираем все лишнее и переходим к знакомству с новым передатчиком ну что включаем передатчик делается это нажатием двух кнопок включения сделано это для того чтобы вы случайно не включили передачи вот он с нами говорит прошивка здесь open tx да кстати этот передатчик был создан совместно с underground fpv и на стартовом экране мы видим положение триммеров чуть ниже положение крутилок сверху мы видим дату и время уровень сигнала заряд аккумуляторов передатчика и громкости речи здесь у нас кнопка информации можем выбрать модель монитор каналов дальше можно скинуть таймеры посмотреть статистику и дальше у нас идут три вкладки первая это настройка модели можем задать имя модели изображение настроить таймеры настроить газ предполетные проверки и настроить радио модули у нас есть возможность настройки внутреннего и внешнего радио модулей дальше у нас идут отдельно вертолетные настройки дальше мы можем настроить различные режимы полета всего у нас доступно 8 полетных режимов дальше вкладка inputs где мы видим как настроены каналы дальше у нас идет меню миксеров где мы можем смиксовать каналы дальше настраиваем выходы всего здесь доступно 32 канала кривые логические переключатели специальные функции и последнее что мы здесь находим это телеметрия следующая вкладка это настройка передатчика можем поставить дату время задать максимальное и минимальное напряжение аккумулятора дальше настраиваем звуки виброотдачу сигнаризацию подсветка и настройки gps то есть вашего местоположения часовая зона координаты код страны язык у нас доступно множество языков здесь есть даже русский дальше у нас идет каталог памяти дальше глобальные функции дальше вкладка железа то есть все переключатели физически здесь же мы можем откалибровать напряжение аккумулятора дальше мы можем откалибровать ручки и крутилки и посмотреть информацию о передатчике прошивка у нас OpenTX NV14222 и последняя вкладка это настройка рабочего стола здесь можем выбрать цвет, установить обои, виджеты и выбрать как они будут отображаться на основном экране вот и все это есть все настройки передатчика как видите все очень просто и интуитивно понятно а сейчас я покажу вам как подключить передатчик к компьютеру и использовать его вместе с симулятором для этого мы заходим в меню передатчика по умолчанию здесь стоит параметр Ask нам нужен джойстик выбрали его теперь подключаем передатчик к компьютеру теперь запускаем DRL симулятор это известный симулятор гоночных квадрокоптеров заходим в настройки пункт меню Choose Controller создаем новый выбираем последнюю опцию Generic Next двигаем ручками, которые показаны на мониторе вот и все ну что полетели все отлично работает как вы видели подключить передатчик FlySky Nirvana к компьютеру и начать тренировки очень и очень просто а на сегодня все в следующем видео я подключу передатчик к моему тестовому квадрокоптеру посмотрим на какую дистанцию его хватит а также я разберу его и посмотрю что у него внутри ссылки на эту радиоаппаратуру вы найдете как всегда в описании спасибо всем большое за внимание и до встречи в следующем видео и до встречи в следующем видео и до встречи в следующем видео